всем привет на канале Олег Нестерев Брест видео будет немножко скучным и для тех кто не в теме но будет неинтересно совсем так что кому неинтересно можете посмотреть какой-нибудь старый ролик где залежился не здесь речь пойдет о нашей войне так называемой все можно называть войной да многие так называют а вообще как бы речь пойдет с радио потише делаем о так сказать попытке перемирия то есть именно поэтому я решил это видео сделать сгла на главном канале знаю что многим это не понравится это вся тягамутина никто этого не хочет знать не видите я не буду рассказывать чего все началось и как это продолжается хочу сказать одно то есть мне война не нужна моя оппозиция мне все равно то есть то что они говорят там снимают про меня мне это абсолютно все равно я на это не реагирую никак но действительно надоел это срач в интернете почему собственно решил снять это видео просто потому что ко мне обратился сергей павлихин многие из моей оппозиции думают что мы с ним в сговоре нет мы с ним не в сговоре просто это единственный человек которого из всей этой компании которая любит стирать чужое белье да ну он мне показался тем человеком которого стоит уважать потому что этот человек имеет свое мнение и я ему написал что сергей хочешь давай мы с тобой поговорим позвони по скайпу может ты меня не понимаешь может что-то сергей откликнулся и сказал что мол давай прекратим эту войну что сделать для этого для этого собственно ничего не надо делать как говорится да что сделать для того чтобы не мешать я просто не помогать вот и все но это не за павлихина то есть у него действительно как бы нормальное намерение то есть закончить это все действительно надоело всем это кто в теме да этот срач он никому не нужен война идет вот это между каналами я в ней не участвую участвует только косик косвенно иногда там отвечу на вопросы да но мои комментарии переделываются так что я перестал отвечать на них мои комментарии переделываются выдвигаются против меня мне это не понравилось я перестал отвечать так что вот так началось все это вот все знают мистера тролля да он же михалыч началось вонята началась с него то есть мы с ним как бы враждовали но он начал рассылать всем рассылки он начинал подбивать эти каналы то есть кто-то пошел у него на поводу и послушал его до им показалось что он горит правду потому что он сладко так все расписывает не говоря о том что у меня считает педофилом что я там живу сожительницы хотя это не так все это все прекрасно понимают нормально люди ну в данном случае они пошли у него на поводу какая-то их компания там организовалась до небольшая начали они стирать все это вот трехомудит ролик поддерживал ну и пошло поехало комок начал сбиваться в большой ком ком покатился и пошло то есть они начали как-то неадекватно реагировать на меня начали меня чем-то обвинять какие-то подоплеки ну понятное дело что я без ответа совершенно это так не оставлю поэтому я коснулся той темы что они тоже делают неправильно и дальше если это будет продолжаться дальше будем крутить эту тему тему будем крутить по всем косякам которые они делают буду я все это выдвигать и разговаривать про это да то есть не упоминая них и сейчас я не упоминаю все знают о ком и говорю кому это надо кто не посвящен в это просто как бы даже не вникайте в это это просто срач здесь много категорий есть людей да вот блогеров об этом будет еще один человек говорит кто-то хочет заработать кто-то хочет научить кого-то кто-то хочет привлечь клиентов да кто-то хочет продать что-то впарить и делают например какой-то видео там да тут же спутер почему олег не берешь спутер спутер это вещь короче навязывая идет навязывание навязывание в общество вот именно спутера я вас уверяю без спутера можно обойтись и мои уроки это ведутся вообще ну ну что не уроки муж как-то по-другому это назвать да я делюсь своей информации которую я знаю которая умею то есть и вся и задумка то моя в том что я рассказываю как можно обойтись теми средствами которые вы в силах купить на которую вас хватит деньги как обойтись малой кровью да и сделать что-то качественно я не говорю о том что самое лучшее оборудование до покупайте до оборудование несомненно это играет свою роль и на даже бы сказал не на качестве работ а на сроках выполнения да ну так же можно все сделать малой крови то есть вполне можно обойтись до какие-то материалы более-менее получше нужны конечно не совсем плохие но дело-то не в том так вот я к чему речь веду если хотите закончить войну мужики да назову вас так один раз просто прекратите выпады против меня расходитесь по домам как говорят в этом случае по домам я имею ввиду каналом своим до убирайтесь у себя дома не надо убираться в чужой хате и лезть туда займитесь семьей займитесь делом я уверен что у многих у вас есть дети которым то время которое вы тратите на эту вот войну бессмысленную а она бессмысленная я вас уверяю то время вы можете потратить на своих детей как это делаю я я вам редко отвечаю я не смотрю ваши видео если вы думаете да мне подписчики присылают мне просто рассказывают о чем там идет речь это и ну если меня что-то заинтересует иногда я вам отвечаю но ни одно ваше видео я не просмотрел потому что смотреть там нечего это бестолковое бесполезное видео я не веду то что против меня как мастера пока я вас не трогаю пока еще раз говорю как мастеров я просто не уважаю таких людей да давайте сегодня я не буду вас обзывать никак вы сами все знаете что я вас думаю по прекращению войны мнение мое к вам не поменяется с такими людьми я не дружу не связываю свою жизнь но трогать и упоминать о вас я не буду так что если вы хотите спокойной жизни займитесь детьми займитесь семьей улучшением своего гаража многие из вас потеряли что-то в работе что-то упустили дальше надо наверное хвостов на собирали потому что я знаю сколько вот это вот возня отнимает у вас времени бесполезного времени жизнь проходит жизнь пролетает до виртуального чего-то хотите добиться понимаете виртуальная жизнь пролетит мимо вас быстро и вы поймете что вы упустили самое главное а самое главное выпустили это отношение в семье я не уверен что ваши жены если таковые есть да и дети вам нравится как папа сидит за компьютером и строчит вот эту вот всю фигню и вместо того чтобы на работе работать он вот этим хламом занимается мойкой старых трусов вы поймите ребята я добился всего на канале не из-за ваших войн я добился на канале из-за отношения с людьми я отвечаю каждому человеку стараюсь каждому сейчас это уже не каждому но стараюсь мне приходит больше тысячи писем каждый день на всех их надо ответить каждого уважить я никого стараюсь не засирать считаю это лишним ну естественно да иногда накипит я там высказываю вам навтыкаю там зайду и ухожу ну когда мои комменты начали переделываться я вообще решил вас не трогать не трогать не за того что вас боюсь и вас отнюдь не боюсь вы для меня даже не ступенька через которую нужно пересогнуть так веточка какая-то до которую даже не заметишь если вы мне хотите нагадить у вас не получится мне нагадить потому что у меня на канале не только уроки как вы поняли да не только я клоун многие говорят клоун клоун да может быть вам не умер клоун и это для меня жалко очень жалко потому что клоун это такая профессия которая несет людям радость которые людям несет тепло клоун это тот которого любят дети дети это святое я сам себя помню очень любил клоунов как бы и стараюсь до стараюсь быть клоуном и когда меня называют клоун мне это даже льстит то есть но это называют люди которые без юмора то есть со злостью наклон называют даже некоторые комментарии где вот клон что за клон я оставляю мне просто приятно вот и и о чем я говорю я говорю о том что война это бессмысленно воин хватает и без интернета да вы просто становитесь похожи на политиков вот это вот возня некончаемая она и не кончится она также не кончится как ремонт квартире да как говорят что ремонт квартире нельзя закончить его можно приостановить или остановить так и с нашей войной я думаю ничего хорошего не выйдет вы правда не добьетесь я правда тоже не добьюсь или не собираюсь добиваться поймите одно человек сам склонен выбирать свою судьбу выберите вы войну или выберите вы семью каждый вправе выбирать я выбираю семью человек наш зритель да выберет он вас выберет ли меня я никого на свою сторону не склоняю каждый волен выбирать сам что ему смотреть хочется ему пообщаться с дядей алежи послушать анекдоты какой-то между собой чик душевный да потому что я открываю душу я открыт людям в отличие от вас от вас только одно говно слышно а я открываюсь людям я открыт люди знают мою судьбу мое прошлое я делюсь что будет в будущем да кстати очень скоро мы сегодня так поговорили с андреем очень долго были в гараже с моим помощником с людьми комарист архивичок ты назову его так он обижается убирать я же тебя сифоном не наживаю блин игру кто такой сифон да говорит наши раш там на помойке двое были беру ну да ладно вот мы сегодня поговорили с ним о теме он был на одном собрании да случайно зашел случайно попал и гритана чё-то мне напомнила о алкоголиках это какое тайное общество еда или чё-то там ну не важно и я ему рассказал о своей судьбе как и что это происходит что об этом думаю вы знаете мы часа полтора с ним говорили он смотрел с раскрытым ртом просто он не думал что так раскрою тему как у меня это все начиналось как это продолжалось как я с этим боролся как я поборол это и что потом сопутствовало какие прелести после всего этого прохождения он задавал мне вопрос жалеешь ты не жалеешь об этом нет я ему сказал не жалею нисколечко то есть и обосновал ему почему не он действительно понял гряда ну да ладно это то все лирика может быть это будет в каком-то между собычки с кому-то это надо если у кого-то есть такая проблема то вполне помогу и решить то есть я уже более 30 человек пригласил в брест у нас здесь есть замечательный доктор который общался с ними люди уже не пьют многие жены пишут благодаря то есть и я считаю что я не зря вообще живу на этом свете копчу это небо как некоторые да так что выход 1 выход 1 просто все прекратить я не трогаю оппозицию свою да то есть вас ребята я знаю что вы смотрите это вы не трогаете меня занимаетесь семьей я занимаюсь своей семьей своими подписчиками а мои подписчики это моя семья и это все знают кто мне пишет кто со мной общаются все знают со мной легко общаться мне можно позвонить по телефону в два в три ночи я отвечаю общаюсь можно ко мне в гости приехать да можно по скайпу поболтать да иногда на комментарии могу не ответить но не обижайтесь потому что просто бывает очень много писем так что вот как то так расходит расходитесь по домам по каналам занимайтесь своими делами успехов вам в труде больше клиентов меньше нервов чтобы детки ваши были здоровы и чтобы дух ваш может быть какой-то и уронился в этой войне да конечно нервов то потрепали все каждому душевного равновесия могу вам пожелать только чтобы все это успокоилось чтобы вся эта война забылась чтобы и на вашей улице зацвели цветы и распустились деревья очень скоро весна очень скоро придет хорошее настроение очень скоро уже будет работа сейчас перерыв до небольшой в работе люди опешены с этим двор все будет скоро все будет добра как горят в белоруссии все будет добра вот так что занимайтесь домом занимайтесь семьей занимайтесь работой хотел я вот я сегодня снял ответку ну думаю я уберу эту ответку одному из моей позиции да не буду на это отвечать на думаю будет лишним раз уж я такой видео решил создать хотел думал то ответку выложу да она как раз была где про разварки рассказывал показывал но я вырежу то есть с моей стороны я прекращаю вас обсирать но прекращаю следить за вами но это на неделю посмотрю как вы будете следующий ваш шаг хотите воевать дальше воюете я не воюю я смотрю за семьей а то что я иногда вам там пишу комментарии поверьте не смотрю не ваши видео не читаю ваши комментарии первый попавшийся смотрю то одному то другому там отвечу и все мне это не нужно у меня семья у меня работа у меня много планов интересных да кстати скоро я буду участвовать скорее всего в боях может быть в мае скорее всего я буду на красно-белой вот этой волги есть спонсор я надеюсь все нормально который поможет ее восстановить потому что после трех боев она потерпела свои потерю досталось и немножко да то есть и надо поправить подшаманить подлилить и дядя лежа будет на этой машине долбить очень скоро может быть видео выйдет еще одно интересное мероприятие тоже игнат его организовывает это картинги то есть можно тоже будет поучаствовать на картинге не люблю я в детстве ходил то есть погонять там можно а вот бы я хотел бы поучаствовать то есть и поучаствую и будет видео с action камер будет видео с машины в машине с улицы так будет репортаж с автобоев такой постараюсь провести как футбольное обозрение да ну что мне звук не нравится не могу звук сделать чтобы красиво было и то есть улицы слышны и тебя видно что я с комнатой разговаривать вот ладно это все в планах будет много интересного будут и уроки скоро будет может быть работу какую возьму так что как то так ну и обучение конечно обучение набираю группу думаю если кто захочет как ну если на собираем 4 человек 3 даже 3 4 5 человек ну 5 это максимум не больше на учебу то я то есть сейчас пока не в рязани в рязани может быть летом будем заниматься но в принципе такому ближе в рязань обращайтесь к андрею я думаю андрей не откажет как бы мы с андреем также работая в паре у нас все хорошо школа действует там и помещение хорошее все то есть обращайтесь к андрею звоните ему телефончики есть спрашиваете если вы недалеко от рязани московской области андрея думаю обучить я с ним говорил он говорит да то есть без проблем обучу а если же вы где-то ближе к белоруссии хотите у меня получиться пожалуйста приезжайте мой телефончик вот так же можно написать в контакте поинтересоваться ну что могу сказать проживание вам обеспечу питание будет домашним будет готовить моя жена практика будет проходить либо у меня в гараже либо на озере мичиган кто не в курсе это мичиган не то что в америке это деда олежа так назвал пожарный водоем около гаража в котором он занимался раньше ну и все как бы вот эти новости по учебе спрашивайте скорее всего в апреле будет группа все не буду сиськи долго мять ему солить всем воюющим мира завязывайте занимайтесь семьями не думаю что когда-то наши отношения с вами свяжутся почему к павлихину своему злейшему врагу я вот так вот поднесся да и пошел с ним на контакт потому что есть враги которые стоит уважать даже если кто знает историю брестской крепости один офицер очень долго сражался с немцами да но все-таки они его прижали после долгих боев и когда он выходил из крепости из подвала и солнце ослепляло его он не мог глаза открыт до долго очень находился подвале офицер дал приказ немцы уборы тем самым они отдали честь этому солдату и слова этого офицера были если бы мы воевали так же как он то мы бы загнули россию в течение месяца то есть он дал почесть он уважил своего врага также уважаю в принципе павлихина только из-за того что он в отличие от других ну да были там срачи я ему говно писал и он мне говно писал ну это так баловство было а по сути там прав это человек который захотел прекратить войну да вот послушаюсь его совета как бы я решил сделать это видео работайте ребята работайте работайте своими правилами работайте по своим инструкциям да как вы работаете по своим наработкам я буду работать по своим наработкам Буду рассказать свои наработки. То есть, народ сам выберет, как ему работать. Да, народ сделает. Вот у меня что-то он взял, у него не получилось. Да, он ушел с какого-то способа, он пошел к вам. Может быть, я ему объясню, почему он не так сделал. То есть, народ сам выберет. Каждый способ имеет право на существование, если он приносит результаты. Я работаю с 19 лет, сейчас мне уже 42. Нетрудно посчитать мой стаж работы. Ну, вот у меня уже пришли детки. Короче, мира всем, добра. Занимайтесь своими делами и прекращайте воевать. Сейчас зайду тоже. Ну, я хотел бы пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого. Ну, конечно же, добра и бабла. Правильно.